Приветствую вас дорогие автолюбители! Сегодня у нас будет рассказ о магнитолах компании John Sun, но типа Tesla Style. Что это такое? Тип Tesla Style это пример у нас на Infiniti QX60, версия 4 Plus 64 с поддержкой CarPlay. Сначала покажу как это выглядит. Вот магнитола, есть такие версии самые различные, но опять же магнитола сама является универсальной. А задняя плата, как вы видите, используется та же, что была и раньше. То есть это все можно привозить отдельно, что в принципе мы и делаем, и комплектация, и гарантийная пломба тоже стоит отдельно. Под каждую рамку выходит определенный вид. Данная магнитола предназначена для работы автомобиля QX60, но тут есть одни особенности, и тут нужно учитывать. Если у вас, например, американский автомобиль, то вы должны понимать, что там есть изменения в рамках, и вот здесь вот в верхней части для QX60 установка будет отличаться. Здесь будет такое вот пространство пропущенное, и обычно мы делаем, вставляем сюда резиновую вставку. Подбираем какой-нибудь уплотнитель красивый, он ставится, и идеально все получается. Другого варианта, к сожалению, нет, они не делают для версии американского рынка. Теперь задняя часть этой магнитолы, она специфическая, как видите, она подготовленная. Здесь вот вывод под микрофон. Вы можете подключить сюда как микрофон собственный в автомобиле, под такой разъем это выходит микрофон, так и используя микрофон самой магнитолы одновременно. Здесь у нас сзади есть определенные разъемы, и они специфические. Сами кабеля здесь, конечно, они такие не слабые, их очень много, и их нужно понимать, какими пользоваться, чтобы не наделать беды, все правильно подсоединять. Обычно уже все идет подготовленное, и они всегда, эти кабеля пин-то-пин. Как видите, вот эта вот штука, и многие могут ставить ее сюда. Нет, это не вставляется сюда, на самом деле. Это вставляется непосредственно в магнитолу. Вот у нас есть тут разъем. Если вы сделаете это в конбас, то будет беда. Ставится это все на разрыве. Вот сразу у нас идет разъемчик. Мы соединили. Здесь есть на одном из кабелей разъем под шестипиновый, но это не тот шестипиновый, который идет сверху для USB. Поэтому это идет отдельно. Вот он подсоединяется сюда. Аккуратно. Есть. Здесь ставится на разрыве. Используется подключение. Точный разъем, который есть на нашем автомобиле. Есть. Так. Дальше следующее. Эта часть у нас является тоже очень важной. Одна вещь идет непосредственно в РЦА-разъем сверху. Мы подсоединяем. Дальше. Здесь же находится важный разъем для контроля коншиной. Это у нас 8 пин. Про него не забываем. Так. 8 пин. Он должен выходить непосредственно от конбаса. И тут нельзя перепутать. Ни в коем случае. Делаем это аккуратно. Вот зелененький выходит с конбаса. Основного конбаса. Дальше. Следующее. Осталось подключить непосредственно систему. Которая тоже идет с коншины. Но она подключается на экранчик. Конечно, можно перепутать некоторые разъемы. Иногда конбас путает, что он двухсторонний. Но в принципе он тоже вот так вот получается. Вот с этой стороны подошло и с этой стороны подошло. Все разъемы есть. Все окей. Главный кабель питания у нас присутствует. И вот этот. В принципе все соединено. Вот это цепляется у нас на верхнюю часть. Для подключения камеры 360. На этом можно сказать. Сборочка закончилась. Осталось только вам сделать. Подключить Wi-Fi антенну. Нет, не Wi-Fi антенну. А 4G антенну и GPRS антенну. Сверху и снизу накрутить. Вот в принципе как это выглядит. Теперь оставляя так. Попробуем все это подключить. И посмотреть как она запустится. И что у нас будет на тест-столе. Так. Идем на тест-стол. Как сделать в стадии тест-стол я уже рассказывал. Неоднократно. Вы можете это сделать самостоятельно. Вот мы с вами подключились. Появилась подсветка. Я сейчас попробую вам показать. Так. Давайте смотрим. Вот наша магнитола. Сразу подключен климат. Музыки нет. Радиоприемник. Требует настройки. Да, есть музыка. Радиоприемник требует настройки. Какая-то музыка есть. Не буду включать. Так. Погода. Сразу уже настроен конбас. Попробуем зайти в основное меню. Что у нас здесь есть. Ну, эти кнопки будут работать только если мы подключимся к автомобилю. Так. Пароль. Честно говоря, не знаю. Попробую 4 восьмерки. Не подходит. Так. 3.3.6.8. Подошло. Выбор модели. Антенна. Формат камеры. HD. Если не HD, то нужно поменять. Логотип автомобиля. Установить экран. Передняя, там задняя камера. Ну, в принципе, основные настройки. Они здесь есть. Есть поддержка 360. Вызывается камера. Но это будет опять же работать только через коншину. Сейчас оно не будет. Информация об устройстве. У нас 2MA. Так как здесь можно установить сим-карту и использовать интернет. Внизу находится просто использование климата. Оно будет отображаться. И управление. Вы можете управлять как отсюда, так и с помощью кнопок. Ну, это вижу. Этим и нельзя кнопок. Наверное, это с кнопок с руля будет управляться. Вот такая вот магнитола. Магнитола компании John Sun Tesla Style. Сейчас это новый тренд. К сожалению, у нее достаточно дорогие. И единственное, что мне лично не нравится, что данные магнитолы, когда они показывают какое-нибудь изображение, то они, если тут есть что-то, попробуем. Вот. Показывают только его на части крана. И на самом деле, этот экранчик меньше даже 9 дюймов. Он 8 дюймов. Ну, а так смотрится, конечно, солидно. Надеюсь, вам понравился рассказ о Tesla Style магнитолах, так как это новое направление компании John Sun, которое будет активно развиваться. Итак, продолжаем. Давайте посмотрим, что собой представляет магнитола Tesla Style и ее возможности. Понятно, что экран здесь используется, вот этот экран называется 12-дюймовым. Существуют такие 14 дюймов и существует такая же точная версия на 16 дюймов. Ну, не ко всем автомобилям это возможно. Цена, конечно, такой магнитолы кусается, так как она достаточно недешевая. И, соответственно, популярность ее в этом плане невысока. Но все-таки смотрится она достаточно интересно на некоторых моделях, как, например, на этом Infiniti. Что здесь из основного? В принципе, ничего нового, которого вы не знаете. Основное, что у нас есть, настройки. И здесь меню такое, как используется магнитоле John Sun V3 Pro, потому что это аналог этой магнитолы. Дисплей, кстати, у нас со всех сторон 180 градусов. И здесь QHD. QLED-овский, если правильно называть. Дальше. По настройкам заводским. Пароль заводских настроек 3368. Я, конечно, показываю эти пароли, но помните, любые изменения здесь не имеют обратной силы, что, в принципе, приведет к необратимым последствиям. И исправление их будет очень сложно. Мы имеем такие случаи. Особенно помните об очень простой вещи. Кстати, дисплей 1024 на 600. Помните о том, что вам нельзя обновлять ПО. Если во время обновления ПО вы выключите автомобиль, либо даже включите заднюю скорость. ПО абсолютно будет слетит, и у вас будут серьезные проблемы. Поэтому лучше этого не делать. Или не обновляйте по воздуху вообще программное обеспечение. Дальше. Что можно посмотреть. Понятно, что здесь куча всяких поднастроек. Но изначально они уже подготовлены для вас. И, в принципе, этого делать не нужно. Единственное, что по камере логотип, Contype уже выбран для автомобиля соответствующего года. Внизу находится климат-контроль, который будет и управляться, и работать через коншину. И также данный климат-контроль позволяет управлять звуком. Что мне не нравится в этих магнитолах? Смотрится она, конечно, солидно. Кнопочки, все красиво. Но ее функционал очень ограничен. Например, если я включу видео, как видите, видео показывает только на часть экрана. И размер этого экрана даже не дотягивает до 9-дюймовой стандартной магнитолы. Что говорит о том, что на самом деле функционал магнитолы ограничен. Но при этом у вас есть постоянно на просмотре собственная часть элемента. Например, вот вы видите климат, а в других версиях он постоянно выскакивает. Ну, в горизонталках. Дальше. В принципе, к остальным вещам претензий нет. Все точно так же и классически, как и в предыдущих версиях. Присутствует у нас и радио, и все, что нужно. Есть небольшая сложность с установкой данных магнитол. Техническая. Но она как бы решаемая, и я не вижу особых проблем для профессионала. Понятно, что эквалайзер, звук. Здесь хороший чип 51-й, звуковой усилитель. Поэтому магнитола будет играть достаточно хорошо. И я думаю, проблем с этим не будет. Что касается замены автомобиля здесь, то эта магнитола создана. Они, кстати, делаются отдельно. Они являются также универсальными. Но в данном случае она уже полностью собрана для автомобиля Nissan. Nissan или же его называют еще Infiniti Q60. По особенностях рамках вы должны помнить, что эти автомобили для азийского рынка очень сильно отличаются от автомобилей для Америки и от европейского. Соответственно, рамки могут немножко быть не такие. Но это решаемо. Я не вижу в этом так же особых проблем. Делается определенная проставочка. Так. Ну все. Вот это слово «синий зуб» вечное для звонка. Никак они не могут изменить слово «блютуз» и переводить ее дословно. Так как переводчик используется исключительно Google. Так. Ну все. Что можно еще сказать об этих магнитолах? Может сложиться впечатление, что я отговариваю от покупки такой магнитолы. На самом деле нет. Понятно, что все, что как бы не так работает по видео, оно зависит от формата данного видео. Если, конечно, вы снимете видео в формате, который используется для Facebook, а не для YouTube, то вы получите картинку на весь экран. Проблемы с этим абсолютно нет. Вот, например, мы сейчас установили Navitel. Если Navitel поддерживает такое расширение, он должен показать на весь экран, что в принципе все и происходит. Вот, пожалуйста, Navitel открылся полностью. И это можно использовать. Как же сделать здесь двойной экран? Я думаю, что можно... Да. Можно ли сделать здесь двойной экран? Попробуем сейчас. Ага, вот оно. Говорит, что это возможно. Экран разделяется на две части, сверху и снизу. Но если, конечно же, эта система позволяет это делать. Вот, Navitel позволяет. И мы можем дальше, к примеру, очистить, запустить что-то другое. Ну, давайте радио. Радио попробуем. Где у нас тут радио? Радио, радио. Мы запустим радиоприемник. Да, и он будет внизу. То есть вы спокойно можете разделять экран только теперь уже сверху и снизу. И также просматривать видео. Оно запустится полноформатным, если оно снято в другом размере. Не в размере горизонтальном. В принципе, с этим я не вижу проблем. Я хотел бы у вас спросить. Я вижу очень много вопросов, которые мне задаются. Они постоянно повторяются. Нужно ли сделать прямой эфир для того, чтобы ответить на основные вопросы, подготовить их, сообщить вам заранее, когда это будет. А также у вас будет возможность задать вопросы непосредственно во время прямого эфира. Если это нужно, ставьте лайк этому видео. И я это сделаю. Если, конечно, этого не нужно делать, то будем работать, как и работали. Ведь всю информацию, которую я предоставляю вам, она делается для моего личного удобства, а не для заработка. Поэтому, если мы продаем, к примеру, магнитолу, то, если есть готовое видео, как ее настраивать, то нам меньше будет звонков от клиента, после того, когда он купит магнитолу. Вот это главная цель наших видео. Надеюсь, вы будете хорошими автолюбителями, не будете нарушать правила дорожного движения и пользоваться новыми технологиями в своих автомобилях. То есть, сделать их более современными, чтобы у вас смартфон был такого же уровня. Кстати, это мое пусть будет пожелание, чтобы ваш автомобиль отвечал уровню вашего смартфона. До новых встреч! Надеюсь, вам это было полезно.